У нас в гостях в студии Радио 54 археограф первой категории отдела предоставления архивной информации Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин. Доброе утро! Доброе утро! Напоминаю, что с 22 июня по 8 июля осталось совсем несколько дней в Краеведческом музее открыта выставка уникальных архивных документов. Здесь можно увидеть записи о рождении будущего маршала Покрышкина, советского летчика Байдукова, записи о бракосочетании, между прочим, писателя Достоевского. В общем, много вещей интересных, о которых поподробнее прямо сейчас Игорь начнет рассказывать. Самые старые документы, самые известные люди. Как вообще много документов, из каких органов их удалось достать. Рассказывайте. Вы знаете, начну с того, что сам реестр уникальных документов Новосибирской области начал вестись у нас в 2007 году. С этой инициативой выступил и наши руководители, то есть Управление государственной архивной службы администрации Новосибирской области. И вот мы у себя в архиве на данный момент выявили всего 18 документов, которые включены в реестр уникальных документов Новосибирской области. Вот хочу сказать, что 12 из этих документов в подлиннике, впервые в истории демонстрируются сейчас на нашей выставке в Краеведческом музее. Но все равно доступны все 18, так как также на интерактивном мультимедийном столе все 18 они отсканированы, они описаны подробно и дана историческая подробная справка. То есть жители города, области и гости нашего города впервые могут увидеть эти без преувеличения уникальнейшие документы. А в чем причина того, что 6 документов не попали на выставку в музее? Они слишком ветхие? Нет, здесь все элементарно, когда мы... Там замещание какое-то? Нет, нет, когда мы монтировали эту выставку просто в Краеведческом музее, как вы понимаете, музей это, собственно, хозяин выставки, да, он выделяет помещение. И вот Андрей Валерьевич Шаповалов, директор, сказал, что вот это все то оборудование выставочное, которое нам могут выделить. А поскольку там еще архив городской принял участие, то, соответственно, по-братски поделили. Но вот всех, чтобы показать подлинники, немножко не хватило выставочного оборудования. Но зато есть мультимедиа, это действительно самое интересное. Те 12, которые можно увидеть, и те 6, которые можно увидеть отсканированные, какой из этих документов самый-самый старый? Вы знаете, самый старый, это 1786 год. Причем документ очень уникальный. Он касается одного из беглых участников Пугачевского восстания по фамилии Хрипунов. Вот этот самый Петр Хрипунов... Этот документ был у нас в городе, в области зарегистрирован, да? Это наш документ, или вы где-то взяли? Смотрите, это архивный фонд Д-13, Сузунская горная контора и Сузунский медиплавильный завод. Вы знаете, да, что у нас был медиплавильный завод, монетный двор, который чеканил всю сибирскую монету. Так вот, 90% документов вот этого медиплавильного завода и монетного двора находятся в Госархиве Алтайского края, это правда. Но 10% находится у нас. Уникальный архивный фонд Д-13, то есть Сузунская горная контора и медиплавильный завод, был спасен в 20-е годы Вениамином Вегманом, легендарным основателем Сибархива. Поэтому эти документы отложились у нас. И вот в числе прочих, там есть докладная записка о вот этом пугачевце Петре Хрипунове. Что-то стащил по ней, да? Нет, он спустя 9 лет уже после подавления пугачевского восстания ходил по территории Сибири, в том числе по современной территории нашей Новосибирской области и Алтайского края, и призывал к тому, чтобы восстание продолжалось. А, снова собрать людей. Да, вы знаете, такое... Сколько лет спустя? 9. 9. Вот долго терпел. Нет, он все это время ходил и призывал. Просто поймали его спустя 9 лет. А, нашлись у нас в Бердском тогда на Остроге, то есть в современной Бердске, два крестьянина, которые его поддержали и сказали, давай вот мы тебя объявим Петром Третьим, что вот, мол, Петр Третий жив, а мы будем твои помощники. То есть вот из этих 18 уникальных документов, самый старый, это 1786 год, докладная записка о поимке вот этого самого пугачевца Петра Хрипунова. Вот это здорово. Ничего себе. Интересно, как его все-таки поймали и что стало с теми его друзьями из Бердска? Вы знаете, их всех поймали. Всех поймали и наказали. Не будем о грустном, Дастя. Хорошо. Про самых известных людей, какие есть документы. Вот мы уже прочитали, что это запись о рождении Покрышкина. Летчик Георгий Байдуков фигурирует в документах и даже Федор Достоевский. Как эти документы к нам попали и что еще? Вы знаете, вот что касается Покрышкина, метрическая книга с записью о его рождении демонстрируется уже в третий раз. То есть, строго говоря, это не новинка. Как известно, родился Александр Иванович у нас в Новониколаевске тогда еще, да? Там записан, наверное, рост. 6 марта, нет, 1913 года, и в метрической книге про пророка Даниловской церкви, как вы знаете, у нас система ЗАГС появилась только с 20-х годов, до этого были так называемые метрики. То есть, приходские священники описывали факт рождения и крещения, там две даты стоят, записывали, кто родители, их сословное состояние и записывали крестных. Так что записи о рождении Байдукова и Покрышкина, они у нас действительно есть. А Георгий Филиппович родился в 1907 году, близ станции Татарская, то есть, вот, современный Татарский район. Тогда это была Омская епархия, вот, но поскольку это современная Новосибирская область, эта метрическая книга также попала к нам. Но что касается Достоевского, вы знаете, это прямо отдельная такая история. Как вы знаете, Достоевский был осужден в 1849 году, поделал кружка Петрашевцев, вот, гражданская казнь состоялась, и его сослали в Омский острог. Он там отбыл пять лет, а потом попал в Семипалатинск, там он служил в 7-м линейном сибирском батальоне, дослужился до прапорщика. И вот уже в Семипалатинске, где он по указу царя должен был несколько лет служил им провести после ссылки, он встретил Марию Исаеву. И между ними, как мы сейчас сказали, вспыхнуло большое чувство. А она была дамата, женатая, понимаете, замужняя. Вот, а муж ее был смотритель училищ. Но человек был любящий выпить. Здесь, в Семипалатинске? Нет, в Семипалатинске. Человек был любящий выпить больной чахоткой. И из Семипалатинска его перенаправили в Кузнецк. Ну, то есть, в современный Новокузнецк, собственно говоря, да. И вот там он в 1857 году умер. И буквально через 100 месяцев после его смерти, в феврале 1857 года, в Свято-Одегитреевской церкви города Кузнецка был залегистрирован брак великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и Марии Дмитриевны Исаевой. То есть, для него это был, соответственно, первый брак, а для нее второй. Маруська недолго грустила-то. Недолго, но, знаете, даже есть легенда, что муж, видя вот такое развитие событий, он как бы на самом деле радовался за них. Что он не одну ее оставит. Благословил, да, что он не одну ее оставит, что будет никому о ней позаботиться. Теперь, как попала эта метрическая книга к нам? Вот, знаете, тоже все благодаря основателю легендарному нашего архива Вениамину Давыдовичу Вегману. Дело в том, что в 20-е годы после революции и гражданской войны, понимаете, была разруха, да? И в том числе стояла задача максимально спасти и сохранить архивы. И вот Вегман организовывал такие археографические экспедиции по спасению архивных документов. Ну, иногда наши соседи, вот это Мечи там и прочие, немножко даже обижаются, что сильно много Вегман вот у них, понимаете, взял документов ценных и сохранил в Новосибирске. Ну, что поделать, вот такая история. Что же, может, кто-то заставлял отдавать, что ли? Да. Можно подумать. Давайте вернемся после рекламы, продолжим экскурс в историю. Мы продолжаем говорить о выставке уникальных архивных документов, которая пройдется с 22 июня по 8 июля в Краевическом музее. Вместе с нами археограф первой категории отдела предоставления архивной информации Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин. Еще раз доброе утро, Игорь. Мы, когда говорим об истории Новосибирска-Новониколаевска, всегда первые в поиске в интернете, всегда фотографии центра города. Это Краеведческий нынешний музей, это часовня. Мы знаем, что есть документы, в том числе наброски, как это называется? Плана часовни. Нет, нет, не часовни, как называется, архитектурный план или что-то такое. Чертежи? Чертежи, да. Есть они? Есть. Вы знаете, действительно, вот среди вот этих уникальных документов, представленных сейчас на выставке, два связаны с именем выдающегося нашего зодчего Андрея Дмитриевича Кричкова. И в том числе вот такой он одновременно и проект, и чертеж, и одновременно рисунок. То есть он выполнен в цвете. Нашей вот часовни во имя святителя и чудотворца Николая. И сокращенно Никольской часовни. История этой часовни, вкратце скажу, что 1913 год, 300 лет Дома Романовых, в Новом Николаевске возникает идея, вот в честь этого события, значит, сделать вот такую часовню поставить. Заказчиком, как бы сейчас сказали, был Новониколаевский приют Ясли. Это известная была такая организация общественная, которая помогала детям-сиротам. Возглавляли ее продаиле Диамид Чернявский и Мария Васильевна Востокова. Вот они обратились к Кричкову с просьбой сделать проект. Андрей Дмитриевич не отказал. Проект он сделал, рассчитал смету. Вот. И у нас в архиве сохранился вот этот вот в цвете на кальке чертеж вот этой вот часовни. Она была построена в 1915 году, освящена. Она была как действующий храм отдельный. А вот деньги на нее собирали всем миром. То есть, начиная от городского головы Алексея Беседина и заканчивая простыми крестьянами, горожанами, мещанами. Все сбрасывались деньгами. Помогал кто как мог цементом, кирпичами. То есть, построена была действительно всеми горожанами. Ну, как вы знаете, судьба ее была довольно-таки все-таки печальная. Она простояла меньше 15 лет. В 1930 году, во время борьбы как бы так с религией, да, вот, якобы по просьбам трудящихся, ну, как вы понимаете, не совсем так, да. Она была снесена. Вот. Тем не менее, в 1993 году, когда вот надвигалось столетие города, вы знаете, возникла прекраснейшая идея вот восстановить эту замечательную часовню. Поручено это было сделать, скажем так, семье Чернобровцевых, да. Вот Петр Александрович, он, значит, собственно говоря, восстанавливал и заново делал проект. По тому же самому чертежу. А я сейчас об этом расскажу, да. И вот его отец Александр Сергеевич, Чернобровцев, автор монумента славы, он делал внутреннюю роспись, то есть вот всех фресок, там картин, которые были и в Старом Соборе. Вы знаете, я лично беседовал с Петром Чернобровцевым вот в течение двух часов. Он мне очень подробно о всем рассказывал. Сейчас мы все, конечно, не воспроизведем. Но, вы знаете, самое главное, он сказал, что чертеж все-таки довольно странный, там нарушены пропорции, да. То есть ему пришлось заново пропорционально вот тело, значит, самого Собора в соотношении вот этой вот луковицы, да, которая, как бы, купол, заново просчитывать вот все эти объемы. Но внешне он все-таки немножко совпадает, да, с оригиналом? Он не то, что, да, он совпадает по замыслу и, значит, по внешнему виду с оригиналом. Два коренных отличия есть. А в Новониколаевске, когда открывали собор, его вот вершина, вот эта луковичка самая, да, купол, он был медный. И, как вы понимаете, со временем покрылся патиной и потемнел. Сейчас же к столетию города, вот по настоянию епархии, да, как вы видите, купол покрыт сусальным золотом, до сих пор он ярко блестит и привлекает внимание. И второе главное такое отличие, в Новониколаевске вот эта часовня стояла на пересечении Тобезеновской улицы, то есть Горького, да, с Николаевским, то есть Красным проспектом. Ну, сравните то движение, когда там одна лошадь проходит. Ну, конечно. А в час, и сейчас, когда там такой перекресток, и сейчас часовню на 40 метров вверх вот подняли по Красному проспекту. Она была чуть ниже. Да, она была прямо на пересечении. То есть вот только два отличия, а так все пропорции сохранены. И еще один важный момент. На вот этом уникальном подлинном чертеже рисунки, там нет фамилии Кричкова, там нет фамилии городского архитектора того периода Фаддей Раммана. Как же удалось установить, что оба они вот как бы приложили руку? В документах городской управы, которая хранится в нашем архиве, есть свидетельство о том, что надзял за постройкой городской архитектор немец по национальности Фаддей Рамман. А вот в фондах Кроведческого музея был обнаружен такой благодарственный адрес от приюта Ясли в адрес Андрея Дмитриевича Кричкова, где написано, что ему выражается благодарность за проектирование часовни и рассчитывание ее сметы. То есть таким образом, хоть косвенно, но подтверждено, что Андрей Дмитриевич все-таки является автором и сметчиком этой самой часовни. И я хочу сказать еще про второй уникальный проект Андрея Дмитриевича. Который нам успели рассказать за эфиром. Он не реализован, но он сохранится. Да, это не реализованный, но совершенно уникальный проект Народного дома. Это общество попечения о народном образовании. Было такое в Новониколаевске достойнейшие люди, которые открывали школы, избы читальни и так далее. Где он должен был располагаться? Он должен был располагаться, условно говоря, между современным зданием художественного музея, то есть ранее Сибривкома, и современным областным военкоматом. Понимаете, да? То есть между Красным проспектом, современной улицей Свердлова и Советской. Сейчас, если вы помните, там за художественным музеем и между военкоматом, там такой пустырь небольшой есть. Там гаражи раньше стояли, потом их снесли, там был забор такой железобетонный. И вот там на этом пустыре до сих пор часть фундамента есть. Что успели построить в Новониколаевске? Фундамент и цокольный этаж. Какой год это был? Это был 1915 год, начало строительства. То есть в 2012 году заказывают проект, вернее, в 2010 году заказывают проект, в 2012 году он готов этот проект, и на 60 листах чертежи, вот то, что у нас сохранилось. Причем Кличков рассчитал смету 60 тысяч рублей. Но, как вы понимаете, начали собирать, но там Первая мировая война помешала. То есть собрали меньше трети. Но все-таки фундамент и часть цокольного этажа построили. Можно сейчас пойти посмотреть. Вы знаете, вот когда мы открывали выставку, вот да, презентовали эти документы на сессии законодательного собрания, вызвало это живейший интерес и у Андрея Александровича Травникова, главы нашего региона, и у мэра города Анатолия Евгеньевича Локти. Даже Анатолий Евгеньевич спрашивал, а где собственно фундамент находится. И знаете, в принципе, витает идея, вот, у руководителя нашей архивной службы Константина Владимировича Захарова и у многих краеведов, не попытаться ли восстановить, вот, попытаться осуществить этот уникальный проект. Он задумывался одновременно как архив, музей, научно-исследовательский институт. То есть такой, как бы сейчас сказали, многофункциональный, многопрофильный центр, совершенно уникальный. Мне кажется, такое здание, знаете, в нашем городе это было бы достижение. Ну и что, реально это по старым чертежам хотя бы примерно похоже построить? Вы знаете, там, конечно, было печное отопление и так далее, но с учетом современных реалий, если бы брать вот эти чертежи, они очень подробные, я думаю, это было бы очень реально. Причем, даже глядя внешне на чертеж, там можно опознать, как бы, черты современного театра «Красный факел» или, например, оперного театра. То есть вот Крючкова часто упрекали, что он, как бы, всегда строит только одно здание. Конечно, это не так, но какие-то узнаваемые мотивы есть. Ну, это называется почерк автора. Авторский стиль, да. Это нормально. Ну и как вы думаете, на пересчете, на сегодняшнюю экономику, сколько бы нам это стало? Ох, вы знаете, я, конечно, не экономист, это сложно судить, но проект был бы довольно дорогой, конечно. Собирали бы всем миром. Ну, знаете, если сейчас экспоцентр построили, да, например, там, Ауру, Мегу и прочее, ну уж народный дом-то там на три этажа с большим залом, там, с музеем, с архивом, я думаю, можно было бы сделать. Здорово. Давайте еще раз всех пригласим в Крючковский музей. У нас в гостях был археограф первой категории отдела предоставления архивной информации Государственного архива Новосибирской области, Игорь Самарин. Еще раз спасибо, очень интересный рассказ. Пожалуйста, приходите на нашу выставку, приходите в архив, мы храним уникальные документы, и вообще документы по истории ждут вас, уважаемые наши граждане. Я приду. Субтитры создавал DimaTorzok